Приветствую вас, любители вкусного и интересного, рад видеть на канале Доброслав 13. И сегодня у нас тема консервации автоклава. Будем готовить рыбные консервы. Пожалуй, самыми популярными рыбными консервами являются это скумбрия и килька в томате. Эти два варианта, ну, вне конкуренции. Но как бы они не были вкусны, хороши, все равно они со временем приедаются. И хочется разнообразить свой рыбный стол в плане консервации. И у меня одной из самых верхних позиций в данном случае занимает селедка. Обычная, простая сельдь. Недорогая рыба, а консервы из нее получаются вкусными. Да, сельдь имеет свой характерный вкус, аромат. И далеко-далеко не всем она нравится. Но мне, моей семье, она заходит просто на ура. Баночку консервов из селедки, картошечку отварную, сверху укропчиком подсыпал. И все, красотец, быстрый и вкусный ужин готов. Теща моего тестя уезжает на летний период в деревню жить. И поэтому мне нужно пополнить запасы различной рыбной консервации. Потому что она любит именно рыбные консервы. И вот селедка, у нее одна из самых любимых версий. Прикупил на днях рыбки, в принципе, недорогой. В районе 160 рублей я взял за килограмм сельдь. Сельдь хорошая, но есть немножко кое-где рваная у нее шкурка. Для засолки, для копчения это не очень хорошо. В консервации это не так-то и критично. Так что, друзья мои, начинай разделывать рыбу. И покажу вам сегодня, как готовлю два варианта. Классический сельдь с добавлением растительного масла. И второй вариант сельдь в томатном соусе. Два простых и вкусных рецепта. Как и со всей рыбой, здесь что главное? Разморозка должна быть медленная, плавная в холодильнике. То есть не надо размораживать рыбу, кидать ее в воду. Не нужно ее оставлять при комнатной температуре. Убрали в холодильник, за день она у вас за сутки растает. Если большим полостом, может и двое суток занимать. Ничего страшного, зато текстура рыбки сохранится, рыба будет как надо. Но при условии, что она изначально была нормальная. Разделка рыбы простейшая. Удаляю хвост. Удаляю у нее, соответственно, голову. И это все дело пойдет котам на лакомство. Можно, кстати, их законсервировать, когда селедки много. Можно оставить, соответственно, свежачком. Удаляю верхний плавник. Тоже он мне в консервах не нравится. И теперь вот сзади анальный плавник. Также я предпочитаю срезать. Хотя он небольшой, в принципе, но, как по мне, лучше удалить. Вскрываю тушку рыбы. Рыбу я до конца не размораживаю. То есть она у меня сейчас такая. Ну вот почти-почти уже оттаяла. Но еще чуть-чуть, чуть-чуть остается у нее, соответственно, плотности. За счет этого рыба чистится легко. То есть одним движением убрал все кишки и потрошки. И рыбку откладываю. Кто любит, вот здесь что мне попалось? Здесь попалось молоко. Можно оставить молоки. Можно оставить икра, если попадется селедочная. Можно добавлять как в банки, соответственно, с рыбой перемешивать. Можно их сделать отдельно. Посмотрю, чего, как, сколько попадется. И, соответственно, покажу и расскажу. И такую вот подготовленную тушку я промываю под прохладной водой. Вычищаю черную пленку снутри. С поверхности смываю всякие вот эти вот жиры, белки и прочее-прочее. Вот эта процедура поможет нам, чтобы в результате консервах не было такого большого количества свернувшегося белка, таких вот больших хлопьев. Ну и плюс неспешный нагрев. Рыбку я все разделал, почистил, убрал черные пленки. Все там плавники, все, что не нужно, убрал. Пока очистил, рыбка у меня продолжала оттаивать. И сейчас вот она у меня где-то после этого еще, наверное, в пределах получаса полежала здесь при комнатной температуре. До конца отошла, то есть полностью растаявшая рыба. Помните всегда, друзья, что замороженное, что рыбу, что мясо, даже чуть-чуть подмороженное в банки мы не загружаем. Это прямой путь к браку. Итак, первым делом давайте сделаем селедку в томатном соусе. Томатный соус у меня базовый, постоянные зрители уже знают этот рецепт. Я делал очень много консервов с ним, в сезон заготавливаю его большое количество. И для тех, кто только впервые зашел на канал, я в описании ролика оставлю, где будут все граммовки, раскладки, ссылочку на этот рецепт. Зайдете, посмотрите, что я делаю, соответственно, с томатным соусом. Банки, в которых я собираюсь сделать рыбу с томатным соусом, на дно наливаю буквально там по 30-40 миллилитров данного соуса. Смысл в чем? Дно должно быть прикрыто, чтобы рыба у нас и сверху, и снизу, и с боков, со всех сторон покрывалась томатным соусом. В случае, если не хотите делать данный соус, возьмите свой любимый томатный соус. Это может быть краснодарский соус и его аналоги. Они очень-очень хорошо заходят в такие вещи. То есть он слегка кисленький, немножко сладенький, достаточно пряный, хороший вкусный соус. Вот от крупной селедки входит 3 куска, от некрупной селедки в среднем входят 4 куска. Но здесь все зависит, так скажем, от вашей, ну, жадности в какой-то степени, да. Чего вы хотите больше, чтобы у вас рыба была или соуса. И сверху потом полностью заливаем также всю рыбку соусом. Обязательно нужно пристукнуть, и можно взять либо ложку обратную сторону, либо нож. И вот где рыба, брюшко ее открывает-закрывается, помочь соусу проникнуть, так скажем, во все глубины рыбы. И таким образом я сейчас поступлю с остальными банками под томатный соус. Банка, где я буду делать просто рыбку. Я беру, укладываю рыбку. Допустим, тут пару кусочков. Можно взять, вот в рыбе в этот раз было очень много молок. Если бабушка любит молоки, ест их с удовольствием икорку, значит, также несколько кусочков. И, допустим, еще один небольшой кусочек рыбы. Осталось место под молоки, закинем еще молоки. Не любите молоки, абсолютно необязательно их использовать. Можете их просто утилизировать там животным или еще кому-то. Можно сделать молоки отдельно, слегка полить их растительным маслом. И, собственно, немножко соли, немножко перца. И получится такая достаточно интересная штука из молок. Если ее вилочкой потом размять. Ну, такой аналог, можно сказать, даже паштета, наверное, получается. Икры вот в этой селедке почему-то было категорически мало. Одна только икряная была. Я ее в одну банку всю икру и засуну. Вот я сам небольшой любитель молок, а икру в консервах, она такая хрустящая, селедочная, хорошая получается. Положу. Ну и что ж, продолжаем играть в тетрис. Обратите внимание, друзья мои, соль я пока еще не вносил ни в какие банки. Как вариант, можно посолить рыбу, вот пока она у вас до конца оттаивает. Рыбу солите. Есть срез, да, по высоте банки. Нарезаем, как всегда, рыбу. И срез сверху присыпаем солью. То есть, завесили рыбу у вас там 2, 3, 4, 5 килограмм. И 1% от веса этой рыбы сверху присыпаем на рыбу. Она пока растаивает, соль проходит. Можно вносить напрямую в банки, как я вот сегодня буду делать. Если кому интересно, было у меня изначально 2,2 килограмма замороженной селедки. И получилось у меня 1,2,3,4,5,6,7,8 банок объемом 0,35 литра. Я их делаю побольше, потому что там когда рыбный супчик, когда там на несколько человек банку. То есть, в принципе, вот так выходит. Из этого же количества, 250-граммовых банок, вышло бы где-то, наверное, 11-12 банок. Теперь селедку я делаю всегда с добавлением растительного масла. Наливаю в каждую баночку грамм по 30-40. Это банка 0,35. Соответственно, банка 0,25, 20-30 грамм приблизительно. Ну, то есть, сами вот увидите, грубо говоря, там до половины банки получается при хорошем плотном заполнении масла. То есть, не надо полностью все заливать маслом. То есть, даже консервы, они как бы называются не в масле, а такое вот гостовское название с добавлением масла. Потому что рыба сама еще даст свой сок, все здесь покроется, все смешается, все будет хорошо. То есть, не надо там от всей души заливать полностью маслом. Лучше от этого не будет, а перерасход продуктов будет. Теперь соль. Как я уже говорил, я буду сегодня вносить в каждую банку. Но можно, да, можно было сделать предварительный посол. У меня есть специальная мерная ложка, то есть, это необычная там чайная ложка, а калиброванная мерная ложка. То есть, в ней, вот в этой ложечке, где-то получается чуть меньше 3 грамм соли. На такую банку 0,35 самое то получается плюс-минус тот же 1% по солености. И вот так вот я ложечкой замеряю, обнуляю и скидываю в банку. И то есть, у меня получится соль сверху каждой банки. Чуть-чуть-чуть потрясем, соль опустится. Когда внутри автоклава будет происходить кипение, бурление, за счет бульона соль смешает с бульоном и пропитает рыбу. Но, друзья мои, помните, что рыбные консервы всегда требуют существенной выдержки. То есть, не стоит их там через 1-2 дня есть, не стоит их есть даже и через пару недель. Мое мнение, что рыбные консервы должны как минимум 1 месяц, а лучше месяц-полтора постоять до тех пор, когда вы их пустите в еду. То есть, вот у меня сейчас конец марта, а с майских праздников и дальше в деревне будем находиться, бабушка там будет находиться. И вот как раз месячные и более выдержки консервы рыбные, они, соответственно, самое то и зайдут. Набрать вкуса, распределиться соли очень-очень важно. Вариант, где есть у меня, соответственно, томатный соус. Соус сам по себе соленый. Рыбы там несколько меньше. Поэтому я вношу ложку в два раза меньше. То есть, в ней получается где-то там полтора грамма, 1,7 грамм. И я вот так вот просто сверху также закидываю. Потому что, ну, обычные наши ложки, которыми мы там чай размешиваем, да, сахар и прочее в чай кладем, там ложки каждая разный объем. И ее как мерный инструмент использовать, ну, такое себе. Поэтому я предпочитаю либо весы, либо вот такие вот мерные ложки, если уж говорить, что используем ложки. Теперь укупориваю все банки и встречаемся с вами у автоклава. Сегодня буду делать рыбные консервы в паровом режиме. Расскажу, что к чему как. Есть у меня определенные мысли, определенные наработки по итогам работы с автоклавом ВН2. И сейчас с вами поделюсь. Потому что не так давно ел экспериментальные консервы, которые я делал в декабре-начале января. Как раз они выстоялись, выдержались, и у меня сложилось определенное мнение по режимам. Расскажу, как буду делать. Банки укупорены. Работаю я с крышкой Twist-Off. Промыл ее под кипятком. Ну, как промыл, закинул в горячую кипящую воду, ополоснул и достал. Чтобы, если какие-то есть загрязнения на поверхности крышки, там, после складов, их избежать. Ну, и, соответственно, уплотнительная резинка размягчится. Хуже от этого не будет. Друзья мои, для кого такие рецепты классической селедки в масле, селедки с маслом и селедки в томатном соусе кажутся банальными, очень-очень настоятельно рекомендую посмотреть старые ролики. Ему год-два или три. Селедка с грибами. Так селедку вы еще не готовили. Называется ролик. Действительно очень вкусный, очень необычный вариант. Оказалось бы, селедка и грибы – это, ну, бред, да? Но это получается реально вкусно. Мне в свое время подписчики подсказали и рассказали. Я делал с шампиньонами, тот ролик с шампиньонами жареными. А после этого я еще по совету делал, добавлял туда маринованные опята. Это вообще был отвал башки. Вот, казалось бы, очень странное сочетание, но очень вкусное. Так что, делайте, друзья, и классические варианты, и оригинальные, и необычные. Ну что ж, пошел я за водой, залью автоклавку и будем запускаться. Работать я сегодня буду в режиме на пару, в автоклаве ВН2. От постоянных зрителей периодически поступают вопросы, что, к чему, как по данному автоклаву. Работаю я на нем с декабря прошлого года. За это время, вот сегодня, посмотрел сейчас свои записи, это у меня 25-я варка, 25-й запуск данного автоклава. Никаких вопросов у меня к нему не возникло за это время. Работает на свои деньги, абсолютно адекватно, нормально, хорошо работает. Не ждите чудес, что автоклав все будет делать и готовить за вас. Да, нужно думать головой, да, нужно использовать свои рецепты, ну или мои в вашем случае. Но автоматика работает штатно, четко. Вопросов никаких у меня к нему нет. Все, как должно быть, так и есть. Самое главное от техники это что? Чтобы она не выносила мозг. Здесь с этим все в порядке. Вопросы были по байонетному соединению уплотнительной резинки. Никаких вопросов с ней нет. Вот почему-то несколько человек писали, ой, а мы видим по видео, что очень-очень легко она закрывается. Ну, друзья мои, может быть это аж так вот в видео выглядит все. То есть я беру, вот кладу байонетное соединение, резинка уже одета, чуть придавил, и вот поворачиваю. С каким усилием? Может кажется это легко, но я втянувшись в крышку практически на любой банке этими руками открываю. Может быть просто у всех разные понятия как бы силы, поэтому входит все очень плотно. Зацеп, закреп очень-очень плотный. Каждый раз, соответственно, проверяем дышащий клапан, проверяем аварийник, все нормально, вода залита, можно запускаться. Если кто-то ищет себе автоклав из 34 нержавеющей стали с автоматикой, с теном, удобной, практичной, который будет работать и радовать вас, ссылку оставлю в описании ролика, там же будет находиться промокод для зрителей канала Доброслав13, в магазинах Колба и Русская Дымка. Также этим промокодом можете воспользоваться при приобретении любых других вещей, потому что есть еще прям вот сторонники, чтобы Вейн первого поколения был лучше, пожалуйста, Вейн первый там же в продаже находится. Выбирайте Вейн один, кто же против? Главное, чтобы вам нравилось и вас радовал результат. Да, экран очень яркий, у блока управления, и фотоаппарат не очень хочет на нем фокусироваться. Смотрите, есть ручной режим, есть автоматический. Выбираем автоматический режим, среда, в нашем случае сегодня паровая среда. Выбираем паровая среда. Мясо, нам нужна не птица, нам нужна рыба. Нажимаем ОК. Есть банка пол-литровая, есть банка 0,35 литра, есть банка, опять же, пол-литровая. Вот смотрите, если я сегодня делаю в 0,35 банках, да, вода налита, все налит у меня, ОК, ОК, нагрев. Здесь температура соответственно, видите, до 115 градусов нагреет и выдержит 1 час таймер. Но мне не совсем понравился этот режим. Вот если вы используете, да, завершили, завершили, не ругайся. Если вы используете узкие банки 0,35, данный режим подойдет хорошо. Но я вот для всех банок и 0,25, и 0,5, и 0,35, имеющих один диаметр, предлагаю вам все-таки использовать режим, который установлен для 0,5 банки. Диаметр одинаковый, банку ставим на банку, и по факту получается, что неважно 0,5, 0,35 банка. Да, вода налита, процесс приготовления начат. И здесь вот уже будет 1 час 15 минут, то есть 115 градусов и 75 минут. И я пробую эти консервы уже не раз сделаны на этом режиме. Все получается хорошо, косточки мягкие, замечательные. Ну что ж, пускай автоклав работает, а мы с вами уже, друзья, встретимся на дегустации. Ну что ж, вот и готовы консервы из селедки в томате и с добавлением масла. Также в этой партии я делал скумбрию, но скумбрию отдельно не стал показывать, уже рассказывал несколько раз. На дегустации у меня сегодня баночка 0,25 литра. Это я делал ее еще в прошлом году. Несколько штук осталось. Та же самая селедка, но уже настоявшаяся, набравшая вкуса, хорошо просолившаяся. И вот ее я и буду сегодня пробовать на дегустации. Хлопок. Все хорошо. Насыщенный такой вот рыбно-масляный аромат. Ай, красота. Так, да, встану я кусочек и посмотрим. Но, как вы знаете, друзья мои, масло, которое здесь, и хлебушек, хорошее, вкусное, домашнее, они созданы друг для друга. Давайте, наверное, покажу вам поближе. Многим это интересно. Посмотреть самый главный момент, что происходит с костями. Кстати, вот эта вот баночка, это один из самых первых экспериментов на автоклаве Вейна 2. Было сделано в декабре прошлого года. Выглядит следующим образом. То есть рыбка вся целая. Держит форму. Ну и так, как же достать? Да вот так вот, наверное, я возьму косточку. Ничего страшного не случится. Видите, да, косточка? Нажал. Что происходит с костью? Она превращается в пюре. Все, вот, можно еще одну косточку взять. Извините, что пальцами, но так нагляднее всего. То есть вот все. Ничего не остается от косточек. При этом рыбка целая, ничего с ней не происходит. Берем кусочек селедочки. И небольшую рюмочку. За вас, друзья мои, под рыбные консервы. Милое дело. Будьте счастливы, будьте здоровы. Делайте вкусные, интересные заготовки. Для себя, своей семьи, своих близких. Автоклав в этом очень сильно помогает. За вас, друзья. Всего вам самого хорошего. И вот хлебушек в эту масочку от рыбки. Вообще, красота и вкуснота. А то привыкли всегда делать. Ну что, вот скумбрию, 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 скумбрию. Надо свой стол более разнообразным делать. И заготовки из разной рыбы. И не только рыбы. Пока-пока. До скорых новых встреч. Впереди найдется самое вкусное и интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова